здравствуйте друзья небольшая такая что называется шоппинг-плаза вот там кстати прямо за светланой обалденные суши делают кота на суши так можно так кота на суши но это не совсем так там настоящий потрясающий совершенно суши это в городе сани вэл а мы движемся вот тут фитин на углу написано king's seafood и центр это корейский вот так не скажешь по вывеске но мы знаем это корейский рыбный магазин вы тут с вами никогда не были были без вас поэтому давайте посмотрим чего у нас там в этом магазине магазин не такой маленький на самом деле он вот тут занимает приличное место а сейчас сезон формы кстати весь тут много фруктов всяких а вот в частности форма смотрите как они упаковали то красавицу гуава друзья по трешке фунт заходим внутрь пахнет рыбой и рыбы пахнет не случайно магазин в общем-то рыбный хотя здесь кроме рыбы еще узнает чего только нету и мясо есть вот например за спиной меня там и мясо а здесь холодильник и в нем много таких рыбных и не только рыбных продуктов куриные лапки но почем лапки 5 долларов 13 за такой увесистый пакет слушайте надо сказать давно я не видел чтобы вот так с головой и с лапами и прямо вот с гребешком мама родная вот что-то как-то давно такого не видал макрель друзья вы представляете 7 долларов вот этот мой кулак не вам так не видно она громадная размером с голову такого десятилетнего ребенка громадная так ты смотри а это стеба и вас хорошая хорошая вкусная рыба дает вот 19 долларов сибас у нас по 19 и и и и хорошо ям-ням молочная рыба мелких до долларов он это совсем недорого так это что в том что и да это такой взращенный мне не дик телапия долл вот это очаровательная рыба я очень люблю голден помпана обалденная рыба суши из нее шикарные 3.69 да я честно говоря не знаю название вот этой рыбки видите она называется сибрин 6 долларов я не знаю что это честно как-то мне она раньше не попадалась вот тут какой-то бронзино за 6 долларов а а да это что скажешь вообще снаппер красники не знаю как они просто почистят эти рыбы вот вроде бы магазин этот корейский а мы обычно ходим китайский да но там они чистят хорошо они чистят дешевле но чистят они ее плохо а нельзя им сказать почистить получше по практике они такие неаккуратные да понял я вот думаю может быть знаешь что я вот люблю очень эту рыбу вот этот страйп бас да и у нас есть вся птичка которая рожарить ее можно слушай ну и какие страшные морды нет почему-то вот эти пузыри вот эти рок-пиш медный рок-пиш слышно да слышно вот они за плыви там ну за счет чего они плавают да а когда видишь они курдилаты они когда плыви через рот вылезают да ну ничего страшного как же ничего страшного ну светик может быть я его специально туда протаскиваю да никто не протаскивает так конечно такого разнообразия рыбки как в китайских тут нет голова лососевая за доллар 99 я честно говоря не знаю зачем она нужна что с ней люди будут делать но продают всюду наверное для чего-то используются это рыбку рыбку раз давай 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 я снимаю раз она взяла рыбку красавицу такую вот такую вот такую взяла рыбку страйпер басс вот они обсуждают что с рыбкой надо сделать сейчас я хочу проверить все качества какой план на этого фрайпер басса ты знаешь что у нас есть теперь эйрфраер который на воздухе все это зажаривает я их попросила чтобы они порезали маленькими кусочками мы эти кусочки загрузим в этот эйрфраер и сделаем его жареным вот круто а еще я хочу засолить ожидания высокие я хочу скумбрию засолить ну вот ты знаешь это как-то не очень похоже на скумбрию а похоже на скумбрию хотя по идее а это натуральная скумбрия одинаковое выражение лица это тоже макро это не улыбается мы ее засолим такую мелкую а вот тут такие крабики с голубизной голубая кровь они даже шевелят шевелят двоими кляшнями вот они ему не нравится что я его тут перехватываю пытается но смущается может показаться друзья что это фигня от индюка но это от куриц и вот этого четвертинка вот тут цена на ней 69 центов за фунт это относительно недорого что и скажем так а тут у нас это суп продукты я бы так любители над сказать что в американском магазине субпродуктов фиг найдешь вот свиное сердце пожалуйста в американском магазине вы не найдете свиной сердце и печенок тоже не найдете вот для этого ходят в мексиканские китайские корейские к сожалению русских таких вот нету навороченных где можно уже в таком ассортименте что-то покупать вот а вот китайские корейские есть смотрите какая мякоть это 550 550 вот это 6 долларов вот это понизней вот это это 6 а вот это 550 это такая странная штука но тоже 550 а вот это мама рода да это 5 50 вот смотрите прямо просится друзья просится на сковородке да так а это свининка свининка вырезка фактически 299 свининка 299 а это свининка 2,50 вот это 2,50 фарш 2,49 свиной доллар девяносто девять сейчас бейкин вырезка да это вкрученная свининка доллар пятьдесят три доллара да тут дешево очень дешево да 2,19 пожалуйста свиная задница так называется тоже свиньи свинина свежая для пикника как они назвали пикниковая 2,20 очень 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 дешево это смешные цены а тут тоже есть цены доллар девяносто девять друзья вот эта красота вот это вот красотища доллар девяносто девять ну я не знаю что там более заворачивать горя делает шикарную совершенно вещи 369 369 2,99 вот эта красота там у нас 2,29 я думаю хозяйки они лучше знают что для чего вот это вот доллар девяносто девять вот это вот а вот те кусочки по доллар двадцать девять вот эти кусочки свининка доллар двадцать девять прям как на шкварке я утрирую я сам никогда ничего не готовлю поэтому могу только фантазировать два шестьдесят девять два шестьдесят девять какие-то такие ребрышки пошли тоже два шестьдесят девять ребрышки тут такая как рыба-меч такие прямо полосы как ремень света да посмотрю написано baby baby back rigs 2,99 там очень много свинины даorte değer Covid звинины у них много чувствуется что они нет тяги в кошельницу 2 доллар 75 dollars это все маас порожиное вот это как сильно вот это сало которое мама а это что это копыта такие next значит это доллар восемьдесят девять вот эти вот вот эти красавцы по доллару восемьдесят девять а эти по доллару шестьдесят девять очень-очень впечатляет и написаны бик таро мы с вами на нашем канале видели картошечку таро и поменьше и чуть побольше а эти размером с дыню такие знаете здоровенные и почищенные до 99 центов за фунт вот видите и обычная картошка тоже по доллару за те же самые деньги скажи вот в чем как бы фишка почему мы ходим в этнические магазины корейские и китайские почему же рыбы вообще так себя выбор один салман да конечно в этнических магазинах рыба это же они гораздо больше выбора а потом вообще всегда интересно что-нибудь эдакое попробовать я вообще люблю пробовать всякая такая еда которую мы не знаем пробуем а есть что-то такое что вот мы приобщились и стали есть вот из-за такого именно из этнического ну да вот мы вот эту джакому нашли ухи китара картошечку нет но самое главное это рыба потому что американский магазин вообще выбора того нет а вот так друзья продают яблоки как они так вот в большом таком ящике лежат вот здесь написано из корзины до из коробки это какая-то такая лапша как то вы последнее время стараемся риста не заворачивать потому что гликемический гликемический индекс высокий да а вот уже рисовые салайка варят водички и типа получается вот такие вот макарончики а вот японские магазины мы что-нибудь берем в японских магазинах ну дело в том что у меня вот рядом с домом нету как вот японского а вот это смешанные вот первые японские которые рядом но вообще нет ли самостоятельно японский магазин они сильно дороже они вот есть китайские корейские еще дешевле а японские они по дороге я не помню чего она сделала все написано иероглифами таки верни хоть что это нет это просто какие-то макароны макарончик хочу сказать они они видимо корейцы разбираются корейцы да они умеют иероглифы читать вот чего много в таких магазинах это всякие соевые соусы на все случаи жизни прямо но невероятное количество так что у нас с маслами я к сожалению не могу толком прочесть это уксус так это уксусы идут это не масло так ну здесь мы разберемся масло овощное кукурузное вот эти две так дальше у нас что соевое там написано снизу сизами я не честно говоря не знаю сизами ойл как это будет вот как перевести если это переводится не могу сказать в общем есть какие-то но вряд ли мы здесь найдем какие-то такие масла которые так вот другом месте не купить а вот друзья секция с суши с наборами суши и сашими вот например вот так аппетитненько знаете так очень очень душевненько тут их много праздную суши и сашими и какие хочешь наткнулись в неизвестную рыбу полок выглядит очень аппетитно без кочей выглядит вот так она мороженое ну вот смотрите как симпатично так вроде все но что за полок светлана начинает поиск в своем телефончике что ты и там сейчас расскажешь аляска полок аляска полок аляскинская но как бы неплохо там водичка почище считается там как бы ничего плохого про аляски сказать нельзя кимчи это корейская штучка я думаю что все вы пробовали такая капуста острая перченая ферментированная в общем на любителя но так то кто остренькое любит у китайцев корейцев японцев друзья есть свое представление о пельменях пельмени эти по-английски называется вот вы видите тамплинг дамплинг вот но они бывают и овощные и свинные и говяжьи там и куриные разные бывают это свинные с овощами это уже другое на содиум глюкомат это нельзя ни в коем случае Света читает что там есть и она всяк выдерживает покажи картинку основную покажи вот такие красивые дамплинг мясо с овощами да но если усилитель вкуса подсыпать покажется это очень тягощий у них странный магазин мороженого есть очень много вот друзья солнышко садится вспоминается советских времен загадка подходят к детям и говорят ты за луну или за солнце если говоришь за солнце тогда тебе говорят за пузатого японца а если говоришь за луну тогда говорят за советскую страну вот мы так что из корейско-японского магазина так вот по аналогии всплыло и и и и и и и и и